здравствуйте друзья здесь демитков юрий и сегодня я хочу провести сравнительный анализ что выгоднее депозит или социально накопительная программа и для сравнения решил взять два варианта скажем ну депозит и мы откладываем деньги на депозит и социально накопительная программа евро вип сингл премиум то есть накопление в валюте но я рассказываю об этом прошлом видео и евро вип сингл премиум управляется лучшей управляющей компанией австрийской они в валюте в евро и я взял для примера значит 10 тысяч евро у нас были и скажем я решил рассмотреть ну реальную ситуацию я начал накапливать деньги в 2011 году в июле месяце 1 у меня был взнос вот и я решил сравнить ну во первых для себя а во вторых ну вот показать результаты чем отличаются эти результаты если бы я накапливал деньги на депозите и постоянно перекладывал либо значит евро вип сингл премиум и так давайте посмотрим что происходило за это время с валютой то есть но в данном случае нас интересует евро вот посмотрите я вывел график как вело себя евро на протяжении вот этих лет с 2011 года здесь июль месяц вот каждая красная полоса отображается это июль месяц 2011 год июль месяц это было 40 рублей за евро 2012 год июль месяц конец июля самый конец начала августа 40 рублей 50 копеек за евро дальше 2013 год конец июля 42 рубля 50 копеек за евро но я выписал эти данные я просто сейчас показываю где-то вот теперь далее идем 2014 год июль месяц 46 рублей 50 копеек при этом цена вырастала уже больше чем за 50 рублей за евро но потом она видите упала 2015 год вы помните вот этот скачок когда евро подскакивала до 90 сейчас скажу 95 рублей за евро но потом она упала и в результате 63 в июля месяце 63 рубля за евро 2015 год 2016 год вот она практически минимум то есть я ничего не приукрашиваю 71 рубль за евро и 2017 год который вот июль только что прошел вы все знаете 68 рублей за евро было примерно вот сейчас текущее значение вот прямо сейчас 70 рублей 775 сотых это текущие торги сейчас они идут это график в реальном времени идет сегодня 8 августа 2017 года и давайте посмотрим вот я составил табличку вот все эти данные я свел в табличку июль 2017 года но это конец июля 30 июля значит 40 рублей за евро курс 2012 год как я говорил 40 с половиной рублей за евро 2013 год и так далее теперь смотрим дальше следующий столбец ставка по депозиту но 2011 год насколько я помню было 12 рублей за депозитная ставка 12 не рублей а процентов годовых и она держалась так 12 процентов годовых достаточно долго в 2015 году она снизилась до где-то 10 11 процентов годовых 2016 год уже 10 процентов годовых 2017 год в районе 9 процентов годовых больше уже не положишь и сейчас уже очевидно что в 2018 году будет где-то в районе 7 процентов годовых вот вот здесь последняя цифра 2018 год июль я поставил ну просто от балды примерно 75 рублей за евро и но мне кажется это более-менее реальная сумма потому что ну будет скорее всего ну даже больше 80 и и давайте посмотрим вот в начале в июле 2011 года у нас было предположим 400 тысяч рублей что эквивалентно 10 тысячам евро вы видите да и у нас два варианта мы положили эти деньги первый вот на желтом фоне на депозит второй вариант мы положили деньги на евро вип сингл премиум смотрите что происходит значит через год те деньги которые мы вложили на депозит было 400 тысяч рублей стало 448 тысяч рублей вы легко это можете проверить это 12 процентов годовых вот в евро 448 тысяч рублей по курсу 45 со 40 с половиной рублей за евро это 11 тысяч 62 евро теперь смотрим второй вариант мы положили евро 10000 евро на евро вип положили через год у нас я предполагаю что евро вип дает в среднем 5 процентов годовых что соответствует примерно действительно действительности потому что там от 5 до где-то 7 процентов годовых в среднем получается но никто не может предсказать точно но вот где-то 5 7 процентов годовых я предполагаю минимум 5 процентов годовых на самом деле там чуть больше значит через год у нас десять тысяч пятьсот евро если эти евро мы значит переведем в рубли то получается 425 тысяч 250 рублей то есть что получается что если бы мы положили если бы я положил эти деньги не в евро вип а на депозит то у меня было бы намного больше денег на 23 тысячи рублей больше денег чем мой вариант когда я положил евро вип через год еще четыреста сорок восемь тысяч я так и держу на депозите ну то есть там депозит скорее всего кончился я его перекладываю снова и там снова 12 процентов годовых я радуюсь и у меня через год на депозите 501 тысяча семьсот шестьдесят рублей то есть я все эти деньги назад в депозит положил по курсу 42 с половиной рубля за евро у меня 11 тысяч 806 евро получается на счете это если я в депозите держу но у меня деньги в рублях вот она 501 тысяча семьсот шестьдесят рублей что с евро я вложил евро было десять тысяч пятьсот евро стало 11 0 25 то есть прибавилось еще пять процентов в 10 500 и если посчитаем по курсу стало 468 тысяч рублей то есть получается снова если я держал деньги на депозите это было бы выгодней лучше следующий год 2014 евро вырастает до сорока шести с половиной рублей за евро вот вы видите график вот отсюда взял его и что получается а получается у нас уже пятьсот шестьдесят один пятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят один рубль на депозите что соответствует 12 0 85 евро на евро випе 11 тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей либо пятьсот тридцать восемь тысяч двести девяносто шесть рублей если перевести это в рубли то есть опять получается третий год подряд у нас депозит выгодней чем социально накопительная программа дальше смотрим что происходит 2015 год в 2015 году вы знаете мы пережили шок когда евро выскакивала за 95 рублей вот посмотрите евро выскакивала вот здесь за 90 ну больше чем 90 рублей за евро ой вот здесь вот 90 95 рублей за евро но потом она значит там сказать в результате действий центробанка снизилась снова до 55 там по моему рублей за евро и снова повысилась и стала в июле месяце 63 рубля за евро что у нас с депозитом а депозит у нас вырос на 11 процентов то есть стал 623 тысячи рубля на депозите но так как курс евро вырос очень резко то наши 623 тысячи рублей стали 9 тысяч 900 евро то есть они упали с 12 тысяч евро до 9 тысяч 900 евро то есть в евро у нас стало на депозите меньше если считать евро что получается здесь евро вип сингл премиум а с евро випом все наоборот как раз пять процентов добавилось к евро с евро ничего не случилось то есть евро но и осталось евро и 12 155 евро либо 765 тысяч 769 рублей в пересчете на рубли 2016 год на графике мы видим что вот он вот был 2015 год вот 2016 год опять были два пика потом спад и на самом минимуме самый минимум был в июле месяце но этот минимум был все равно выше чем предыдущий год 71 рубль за евро и депозит ставка по депозиту уже снижается 10 процентов годовых получается у нас на депозите уже шестьсот восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят семь рублей а в евро деньги еще меньше стали девять тысяч шестьсот шестьдесят одно и шестьсот шестьдесят четыре евро в евро випе ничего не происходит у нас деньги только увеличиваются двенадцать тысяч семьсот шестьдесят три евро либо 906 тысяч рублей и вы видите что разница в 200 с лишним тысяч рублей в пользу евро випа 2017 год в 2017 году ситуация вы видите что в 2017 году рубль укреплялся то есть нефть перестала падать значит там стала расти нефти рубль укрепляется к евро вот но потом снова это укрепление закончилась и сейчас вот с апреля месяца где-то евро начала расти в цене и а получается 68 рублей за евро соответственно в рублях сумма у нас увеличилась но ставка по депозиту уменьшается уже девять процентов депозита ставка по депозиту и в рублях у нас уже семьсот сорок семь тысяч девятьсот двадцать два рубля то есть почти семьсот сорок восемь тысяч а так как евро немножечко подешевела то стало десять тысяч девятьсот девяносто девять евро то есть 11000 евро фактически у нас если рубли наши депозит рублях перевести в евро а что происходит с нашим евро випом да ничего не происходит он по-прежнему увеличивается на пять процентов и вместо двенадцати тысяч семьсот шестьдесят три евро стало 1340 одно евро или 901 тысяча двести шестьдесят пять рублей все равно почти на 200 тысяч выигрывает евро вип что будет дальше давайте сделаем предположение то есть если мы смотрим в ретроспективе как все было это легко считать и то есть мы все знаем данные вот мы можем их ввести и получается что на длительном промежутке времени то есть были промежутки три года подряд были промежутки благоприятные для рубля и совершенно спокойно конечно же рубль выигрывал то есть стратегия вкладывать в депозиты была выигрышная но потом когда ситуация уже в экономике накалилась то получается что евро стала резко расти в цене и получается что евро вип стал более выгодным очень резко и если смотреть на вот большие промежутки времени то получается что накопление в валюте с небольшим процентом доходности получается более выгодные вы видели что на 200 тысяч рублей фактически больше денег в рублях когда мы накапливаем евро випе теперь давайте посмотрим сделаем предположение что будет дальше ну я сделал предположение что вот 75 вы видите 75 рублей за евро я сделал предположение что летом 2018 года будет 75 рублей за евро и я думаю что и 80 запросто может быть но 75 рублей за евро вы видите что это вполне реальное предположение следующее предположение которое я сделал это то что ставка по депозиту уменьшится до 7 процентов годовых на чем основаны эти предположения но подешевеет ли евро а с какой стати давайте посмотрим что происходит в экономике сейчас в 2018 году мы будем в марте месяца избирать президента и практически наверняка уже достаточно понятно это будет путин президент и понятно что при этом политика вряд ли изменится то есть во первых санкции с нас не снимут а это значит что в страну инвестиции вряд ли пойдут потому что санкции не снимут то есть евро валюты в стране больше не станет поэтому евро дешеветь вряд ли будет второй фактор то есть пока путину власти явно санкции не снимут хорошо это или плохо не будем обсуждать но санкции скорее всего не снимут это первое второе нефть нефть сейчас устаканилась на уровне где-то в районе 50 рублей за баррель баррель 50 евро за баррель долларов за баррель и она колеблется в районе 40 тире 55 долларов за баррель и если она вырастает больше чем 55 то нарастает добыча сланцевой нефти если ниже падает то становится вообще все невыгодно и где-то она будет так в этом районе и колебаться судя по всему то есть здесь будет боковой тренд и соответственно от нефти это основной наш продукт который мы производим нефть у нас будет достаточно мало валютных поступлений ну то есть они будут на этом же уровне вряд ли они вырастут еще один источник поступлений сейчас уже начал появляться нет ну кроме нефти газа продукция сельского хозяйства там зерно россия выходит практически на первое место по экспорту зерна но в этом году зерно вряд ли будет хороший урожай вы знаете у нас не погода была но в общем не знаю насколько будет поступление но что точно можно сказать это то что когда в тучные годы когда нефть вырастала до 100 долларов за баррель мы откладывали деньги сначала в резервный фонд потом фонд национального благосостояния благосостояния и уже известно что в этом году резервный фонд иссякает и уже вы знаете было принято решение о том что об объединении резервного фонда с национальным фондом национального благосостояния потому что резервный иссяк значит и они их объединили и бюджет будет подписываться из фонда национального благосостояния которого хватит ну может быть еще на год то есть а что это такое эти деньги резервный фонд и фонд национального благосостояния это доллары которые которые сейчас есть они вложены в активы в американские активы между прочим вот потому что страна понимает что в стране в россии вкладывать некуда поэтому вкладывают в доллары вот и получается что эти доллары иссякнут что будет а будет во первых задержка в зарплате будет задержка премии и за счет чего будет пополнять бюджет за счет того что будет опускаться рубль то есть евро будет опять же в цене расти ну евро или доллар в цене расти поэтому я считаю что у рубля перспективы не самые лучшие и что валютные сбережения в ближайшие несколько лет будут лучше ну и вообще на длительном промежутке времени сбережение в валюте лучше чем в рублях до того момента когда начнут налаживаться отношения западом и тогда хлынут деньги сюда и и тогда уже конечно надо будет срочно продавать доллары или евро потому что снова будет укрепление рубля очень серьезно но это будет после того как санкции снимут после того как нефть поднимется ну либо у нас в россии все наладится экономика начнет расти вы все знаете так сказать многие из вас смотрят телевизор я не смотрю телевизор слежу просто за новостями из интернета что по предположениям все экономисты говорят что экономика будет расти полтора процента в год ввп это значит что в общем так сказать там все будет потому что общемировые темпы роста там где-то два два с половиной процента годовых доля россии будет уменьшаться как не печально к сожалению вот еще один момент вот посмотрите ставка по депозитам опять же скорее всего будет путин а если будет путин то значит а останется политика та же самая и останется набиулина а набиулина говорит что надо стабилизировать экономику стабилизирует инфляцию а что это значит а это значит что ставки по депозитам будут падать поэтому я предположил что 7 процентов ставка по депозиту наиболее реально в следующем году и ну например у меня вот на карточке теньков она всегда соответствовала ставки депозита раньше было 12 процентов годовых потом они резко снижали вот вот в 2017 году было не 99 это с перебором 8 процентов годовых сейчас 7 процентов годовых ставка по депозиту это наиболее реально и поэтому значит есть предположение что депозит даст при этом при 7 процентной ставки 800 тысяч то есть из 400 тысяч которые были у нас в июле 2011 года на депозит мы вкладывали в депозит стала 800 тысяч рублей то есть сумма удвоилась за сколько раз два три 4 5 6 7 за семь лет сумма удвоилась что стала суммой в евро а в евро сумма была 10 тысяч евро стало 14 тысяч евро то есть она увеличилась на 40 процентов за эти семь лет ну легко посчитать то есть 75 35 ну и там немножечко за счет капитализации поэтому на 40 процентов сумма увеличилась то есть в евро сумма увеличилась не в два раза а на 40 процентов но при этом в рублях если пересчитать эти 14 тысяч евро то получается 1 миллион пятьдесят пять тысяч рублей то есть на 200 тысяч рублей больше какой вывод можно сделать но друзья мои долгосрочные накопления лучше делать в твердой валюте в которой нет таких резких скачков вот если вы хотите заработать оптимальный вариант был конечно следующий посмотрите оптимальный вариант был до 2013 года включительно хранить деньги в рублях на депозите и в 2013 году все что было в рублях продать к чертовой матери купить евро и положить уже на евро vip в 2013 году тогда это было бы оптимально и тогда бы мы уже здесь имели не 11 025 11 806 евро вложили бы в евро vip и соответственно здесь денег было бы еще больше но кто знает конечно как это складывается но ситуация такова что вряд ли она улучшится поэтому евро vip сингл премиум сильно выигрывает это очень серьезный аргумент в пользу того чтобы открыть социально накопительную программу для того чтобы накопить деньги на будущее и я рассматривал сингл премиум для простоты если нет таких денег сразу то можно вкладывать именно значит обычные программы там евро vip или и айпи про которые я рассказывал в предыдущем видео вы наверное это смотрели вот но все равно это твердая валюта и все равно это на долгосрочной перспективе выигрывает поэтому делайте выводы если вы хотите значит задать еще какие то вопросы по социально накопительным программам обращайтесь я с удовольствием отвечу и организую встречу по skype пожалуйста встречу и со мной и с другим специалистом которые вот все детали знает вообще он такой я я знаю в общем на самом деле он знает все детали поэтому обращайтесь будем разговаривать и я призываю вас просто открыть программу социально накопительную потому что вы видите это выгодно вот давайте я включу сейчас вот еще раз вот этот график вот эту таблицу а на сегодня я думаю все и я хочу на сегодня завершить с вами был демитков юрий подписывайтесь на смотрите мои видео и поставьте лайк до встречи